На Украине, вот меня лично не удивляет, не раздражает, не заставляет впадать в истерику, потому что, мне кажется, что в целом это очень правильный вектор движения. Это как раз то, я повторюсь, конечно, об этом говорили, то, что мы, наверное, сейчас потеряли, это ощущение понимания того, что понимание неизбежности глобализации, понимание того, что хоть и окраина, но все-таки это Европа. То, что делаете вы, конечно, сопряжено с известными издержками, но именно так я воспринимаю все, что мы получаем в том числе и в неискаженном, и в искаженном виде, применительно к отношениям Украины с Россией, в ваших интерпретациях. Ну что, собственно, очень важно для меня лично, я лично заинтересован в том, чтобы страна, где мы сегодня находимся, была и оставалась процветающей, независимой, стабильной, суверенной, да, и при этом дружественной по отношению к России. Собственно говоря, других пожеланий, наверное, у граждан, так сказать, быть не может. Вот. Если говорить о каких-то перспективных наших делах, то вот не могу не вспомнить Виктора Степановича Черномордина, который в таких случаях говорит, прогнозирование это вообще-то штука очень сложная, особенно, когда речь идет о будущем. Да, это один из глотайских, да, это золотые слова. Ну, мы были страной с ним, я скажу о прошлом, теперь мы стали страной, я скажу о будущем. Но вот общая тема, да, от круглого стола, очередной встречи, я не знаю, которая может разложиться потом, распасть на какие-то составляющие, это вот то, с чем мы имеем сегодня дело, да, это проблема выхода из коммунизма, проблема выхода из советской, из советского пространства, да. Но мы делаем это по-разному, с разной скоростью, но мне кажется, что, мне кажется, что все-таки мы с отставанием, я имею в виду Россию, да, мы тут тоже можем вернуться на эту дорогу, на самом деле. Если это произойдет, мне кажется, многие, так сказать, проблемы будут сняты. Какие здесь есть ресурсы? Ну вот, есть ресурсы печатные, значит, есть радио «Свобода», в конце концов, там есть новая газета, «Эхо Москвы», значит, кстати говоря, главный редактор новой газеты тоже, так же, как и я, имеет, так сказать, двойная этничность, да, он родом из города Сновска, он же еще, да, Дмитрий Муратов, значит, есть общество знаний, которое сегодня… Нет, нет, он из Черниговского, да, 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 есть Муратов, ну, сама. Не-не-не, из города Сновска. Значит, он нас обманул, да. Да, 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 он нас обманул. Значит, есть общество знаний, есть ассоциация потребителей, вот Российской Федерации, да, есть какие-то слабые, так сказать, институты, которые можно было бы задействовать. И в заключение я бы хотел вас пригласить к участию, значит, в наших конференциях, о которых вы найдете информацию на сайте, ну, в частности, это конференция под названием «История России вектор перемен», вот она третий год уже идет, и конференция, которую мы начали в прошлом году, и вот в которой принимал участие Игорь Анатольевич Ильбайс Чубайс, значит, под названием «История История История» и «История История» и «История История» Во всяком случае, мы готовы продолжать работу, в которую Вы нас приводите. Спасибо, спасибо, Александр. Это очень важно, потому что Александр Алексеевич и мы все вложим за наши счастливые и все. И я хочу Вас поблагодарить в двух направлениях. Первое – объективную оценку восприятия окружения и ситуации, и второе – действенность пожеланий в Украине. Мы чувствуем искренне. Ну, и хочу сказать, что в Украине порядок наведут генеральный профессор, поэтому я перед тем, как отдать бразды правления господину Чубайцу, предоставлю слово своему коллеге, профессору Андрееву. Да, потому что и западные фонды, да, тот же там, скажем, фонд Эберта там, фонд Эберта тут, и Дроджиня тут, и российские фонды, и какие-то украинские фонды. Я имею в виду уже новые фонды, да, могли бы все это поддержать. Коль Вы беретесь и можете, как бы, сделать первый такой взнос, да, в это дело, ну что ж, я думаю, что мы двигаемся вперед. Единственное, может быть, с чем бы я, как бы, концептуально не совсем согласился, это когда Вы сказали, что чуть-чуть подкрутить, да, и все в наших, как бы, отношениях будет нормально. Я думаю, что все-таки на самом деле разные страны, разные понимания, немножко разные векторы. То есть тут не чуть-чуть подкрутить, тут нужна основательная, конечно, работа, да. Но взаимопонимание, безусловно, можно, то есть есть секторы и гражданского общества, и политиков, которые могут двигаться в этом направлении. Значит, относительно сайта, я думаю, что сайт хорошая штука, но сайтом действительно требуют раскрутки, да, и поэтому, опять же Вы об этом сказали, что сайтом не нужно ограничиваться, а нужно сейчас уже стараться давать публикации в более массовую прессу. Я думаю, что можно найти, куда это давать. Знаете, вот я подумал о том, что, к сожалению, в наших СМИ почему-то вот присутствуют совершенно другие люди из России. Если Вы увидите наше топ-шоу, так там будут Марков, Затурин, Жириновский, кто-то еще. Это рейтинг по тому. Если Вы позовете вменяемого политолога, то это скучно. Он будет говорить вменяемые правильные вещи. А кто-то придет Жирик, всех обольет. Но, посмотрите, дело в том, что на самом деле, опять же, у нас есть разные топ-шоу и есть разные форматы, да. И я думаю, скажем, Шендерович бы тоже, да, рейтинг. Ну, нормально. Мне тоже могут спалить лимонады. Скажем, спалить. Это вопрос финансированный. Ну, то есть, я говорю вот о чем. Что действительно надо, я думаю, подумать о том, чтобы вот голос таких интеллектуалов, он звучал и у нас, и в нашей прессе, и в наших СМИ. И я думаю, что возможности для этого есть. У нас все-таки есть интеллектуальные и радиостанции. Вот некоторые представители даже в зале себя, представители тоже достаточно интеллектуальных топ-шоу. Я думаю, что с российской стороны, конечно, тоже неплохо обеспечить вот этот диалог действительно был, чтобы приглашались туда люди для участия в программах, в радиовыступлениях. Я сам дважды получал приглашение в качестве секунданта ехать на эту передачу Соколова. Правда, не смог. Соловьёв, да? Соловьёв. Правда, не смог. Но, то есть, я думаю, что такие возможности на самом деле, на самом деле, нужно искать, и они есть. И последнее, что я хотел бы сказать, что не хотелось бы от российских коллег. Я вчера об этом сказал. Может, сейчас я сформулирую более обострённо. То есть, мы вступаем сейчас в Украину уже в период пертурбаций, связанных с выборами. И опять же, роль России, она может играть роль, скажем, фактора, ну, как бы это сказать, поделикатнее. Мощного, скажем так, фактора. Деликатнее. Деликатнее, да? Вот, оценили. Значит, смотрите, я думаю, что то, что Россия будет, скажем, играть на вот этих внутриукраинских противоречиях, преследовать свои интересы, всё это абсолютно как бы нормально, да? Это понятно. Это понятно. Но, опять же, есть какие-то сценарии, которые связаны с дестабилизацией. которые тоже могут отыгрываться. То есть, есть горячие головы там, и есть какие-то горячие головы тут, которые тоже этим могут воспользоваться. Поэтому, я думаю, что вот как раз очень важно, если бы в российских СМИ вот звучала такая здравомыслящая точка зрения о той роли, которую может сыграть или не может сыграть Россия вот в ближайший период, который нас ожидает. И как пример, кстати, мне кажется, это 2004 год, да? Потому что то, как вела себя Россия в 2004 году, было контрпродуктивным для интересов самой России. Действия Путина, они вырастили новое поколение украинских националистов. И только благодаря Ющенко и национал-демократам этот национализм не получил как бы достаточного развития. Ну, я упрощаю, конечно, но вы понимаете, о чем я говорил. То есть, мне кажется, могут быть вот такие месседжи, которые могут запрасываться и объяснять что-то и российской аудитории политикой. Игорь Борисович, я передаю слово, спасибо всем, что я успешно справился со своей частью. Игорь Борисович, вам, но перед тем, как вы скажете и начнете работать, у меня вот возникла такая идея. Я представляю две организации, довольно интересные. Одну, культурологическую, это Волынское международное братство. И вторую, это объединение ветеранов украинской разведки. В общей численности этих двух организаций около 30-30 человек. И я готов выступить инициатором установления контактов в общении с аналогичными организациями в России. Кстати, у нас были хорошие контакты. У нас были наоборот. Ну что? Не-не, были хорошие контакты. И успешно. У нас последние два года их почему-то российская сторона оборвала. Мобилизовывайте. Ну, ну, хорошо, давайте по Волынскому землянскому, там, культурологическую организацию. Это же будет тоже практическая работа. Давайте подумаем. Пожалуйста. Немного чего накопилось. Во-первых, непонятно, кто будет вести. Мы не решаем. Если вы не рад, то перегадывайте. Я старший лейтенант запасов. Сильных возражений я не вижу. Но старший позвоню его есть. Ну, вот в ближайших комментариях вы потом... Во-первых, когда вы говорите, у вас есть организация, да? Я считаю, что если наша встреча удачна, если она удачна, то потому что здесь нет никакой из России организации. Потому что если бы только кто-то признал бы сюда организацию, она была бы под контролем и со всеми вытекает. Здесь только на индивидуальной основе. Просто персонально и лично. Другие варианты, на мой взгляд, очень сложны. Очень сложны. Потому что у меня, как у Александра, есть опыт создания платформы. И я помню, что... Вот что это такое? Когда к тебе приходят люди и говорят, мы хотим, да? А кто это? Я не знаю, откуда я могу знать, кто он. Он-то знает, кто он, а я-то не знаю. Это первое. Поэтому у тебя контакта сложнее, поэтому сложно. Дальше я хотел сказать о том, что... Но не могу фразу не бросить в отношения Александра, который говорил о языке. Но есть вот простая форма. В России любят рассуждать о том, что такое Родина, с чего начинается Родина. Вообще на этот вопрос вам, короче всего, и с ним всего ответил Нобелевский лауреат Бродский, который написал, что Родина – это язык. И, конечно, вот там где нет моего языка, я себя чувствую. Он поцитировал Камиль. Камиль Бродский. Камиль в 52-м году написал. Моя Родина – это танцузский язык. Не надо. Ну, хорошо. Возможно, что мы... Идем к Креплею, Грецию, может быть, у Гераклита, хотя я все фрагменты помню на память, но... Здесь дословная цитата. А я цитирую. Я цитирую просто. Во всяком случае, ты не опровергаешь то, что сказал Иосиф Кроцкий, а это, в данном случае, очень важно. Вот, и действительно, когда находится... Даже не понял, что я тут присутствует от Родина. Замечательно. Вот тут только таким фидором. Вот. Все, больше не буду говорить. У меня просто предложение – немножко изменить формат. У меня предложение – мы выслушали сообщение, у каждого накопилось, у каждого есть что сказать. Каждый сказал, да, за что-то вчера не успел, выслушался сегодня, может быть, тоже. А что, если мы поменяем немножко формат? Я предлагаю. Вот таким образом. Вопрос – ответ. Вопрос – ответ. Это будет динамичнее, быстрее и конкретнее. У нас осталось несколько тем не вполне раскрытых. Например, я только начал слышать ответ на вопрос о том, как же Россия представлена в украинских СМИ. То есть здесь рефреном, а даже Федор со мной не спорил, в том плане, что у нас чисто негативная оценка Украины, картина Украины в наших СМИ. Злобная, злостная, сейчас будет спорить, конечно, неадекватная. А вот какой образ России в украинских СМИ? Вот если можно коротко, да, я, например, я, поскольку я предложил, если вы принимаете, у меня сразу несколько вопросов. Мне, например, очень интересно, как проходит, вообще, идет ли у вас интеллектуальный духовный процесс, духовный поиск? Потому что у нас его нет. У нас, вот если после краха тысячелетней России у нас был последний духовный взлет на Серебряный век, то после распада Советского Союза первые годы что-то было, а сейчас, ну, сплошной особчикизации страны. Сплошной аморализм. Все особчикизации. Ну, ну, конечно. Это кто-то мне из коллег рассказал уже, когда... А, это был вопрос. Когда на лекции там читал, что межрегиональную группу... А, дайте я расскажу. Я еще несколько читаю студентам. Зашел разговор о межрегиональной депутатской группе. Я называю фамилии. Ельцин, Сахаров, Азев, Попов, Собчак. Такой, какой-то... Какие-то ковыльные волны в зале. Я говорю, ребята, что такое? А она занималась такими серьезными вещами? У нас в стране только одна сообща в мире жизни. Только Ксюша, очаровательная совершенно девочка. И вот. То есть, вот идет ломазь, интеллектуальный поиск, духовный поиск. Кто-то может, а выросли? Интересно, конечно, все-таки, если город, то что с вашей экономикой? Вот это угроза кризиса, угроза дефолта на Украине, о которой у нас говорят. Это реально. То есть, если мы принимаем такой факт, все, я закончил, вот кто-то ответил и кто-то добавит вопросы, вот давайте так более живо. Могут быть и реплики. Но реплики, конечно, нет. То есть, без глядых выступлений, вот в коротком режиме, блиц. Единственник Борисович, как можно коротко сказать этому украинской экономике? Близка к дефолту или не близка к дефолту? В российском случае можно одним словом. Да, нет. Ну, в общем, есть большие слова. Да, но в вашем языке тоже есть. Пиздец. Есть огромные сложности. Вы знаете, я в этом отношении скажу только одно. Я вспоминаю, когда было правительство Ющенко. И была такая фраза Шерп Иларионов. И Шерп Иларионов сказал так, что вот Украина при цене на газ порядка 40-50 долларов. Но благодаря деле Владимировне для предприятия она была даже 80 долларов. Юлия Владимировна, когда не была еще вице-премьером, и даже премьером, она просто была так называемой газовой принцессой. Вице-премьером. И она блестящая. Нет, нет. Это было до этого. Она блестящая. Вот она была из тех людей, которые при цене 40-50, она продавала предприятиям 80. Благодаря этому вообще заработали когда-то большие деньги. Но она покаялась. Она после этого покаялась. И она строит счастливое будущее для наших людей. И вот Иларионов сказал, что при цене газа 40-50 долларов, тем не менее Украина добилась более значительных результатов, чем Россия при цене газа в 10-12 долларов. Я вам откровенно скажу, что условия вот этих 40-50 долларов для России, я бы сказал так, что вы нас здорово дисциплинируете. Мы стараемся. Да, и вы понимаете, вы здорово, вот российскую экономику вы здорово держите все время, мускулы атрофируются, потому что все-таки цена у вас довольно низкая, и это идет только во время. А нас вы дисциплинируете, особенно с помощью последних цены на газы, это вообще великолепно. Когда вся Европа получает меньше, а мы тем не менее, в прошлом году у нас была цена 179, в этом она средняя будет якобы 200 примерно 3. 229-230. То есть все-таки у них съехало внизу, у нас... Знают до третьей цифры показатель. Что? До третьей цифры знают показатель, 229. Нет, ну, вы знаете, я помню у Пруткова было, что если ты бросаешь, у Казмена Пруткова, бросаешь камешки в озеро, то обращай внимание на круги ими. Иначе занятие сия будет пустой забавой. Да, потеряет всякий смысл. Поэтому, когда я сближу цифры, то я стараюсь немножко разобраться, откуда они берутся, эти цифры. То есть, действительно, в этом отношении мы благодарны, что вы все-таки дисциплинируете нас и заставляете крутиться. Ну, вообще, и у вас, и у нас последняя, то, что называют у нас, криза, у вас кризис. Действительно, это довольно серьезная вещь, но мы с ним это достаточно полезная вещь, потому что все-таки, может быть, заставит нас пересмотреть многое. И вот в отношении, когда мы говорим об экономике, то я недаром вчера вам задал вопрос в отношении того, что, вы знаете, ведь у нас большая проблема. Вот когда у нас говорят, что мы должны ориентироваться, дружить с Россией, все, ведь для вообще экономики существенным является то, на кого мы будем ориентироваться в своем, в том, когда мы что-то закупаем, на кого ориентироваться, на дружественную Россию, все и несколько технологичных промышлений. Или все-таки нужно ориентироваться на Запад, на Европу, на Америку, на другие страны, которые дают, в принципе, высокотехнологичную продукцию. Нужно делать все возможное для того, чтобы все-таки торговать с ними, потому что с Россией большие сложности. И на это накладываются еще некоторые идеологические вещи, потому что даже в мое время, когда я был послом, я прекрасно знал, потому что началось раньше, в 1940 году, призыв переориентироваться, полностью уйти с украинских товаров, с украинских поставок военно-помышленных комплексов, да, постепенно переходить. И, тем не менее, я считаю, что если, вот сейчас, к счастью, наступило время, когда, вот помните это, сперва нужно размежеваться, чтобы потом кто-то из наших всех вождей, да, я думаю, что вот сейчас именно тот период в наших отношениях, когда вот размежевывание, мы должны прийти, вот разбрасывание камня, мы должны прийти к собиранию камней, камней или камней, камней, камней. То есть, понимаете, вот в этом отношении, то есть, мы должны, ну, мы конкретно собрались для того, чтобы все-таки подумать, в конце концов, а что можно сделать. Ну, вот, господин Женгирович говорил о сайте. Вы знаете, я могу вообще вот такую вещь предложить. Можно поговорить, у нас наиболее посещаемый сайт, уже раскрученный, это сайт, который называется «Украинская правда». Ну, это сайт, который, благодаря тому, что в нем принимал участие… Нет, нет, в нем принимал участие Гангадзе, он, как его именем освещенный, он, ну, стал довольно раскрученным, а сейчас это вообще самый раскрученный сайт. И я могу поговорить, например, такое, если кто-то согласится. Нет. Может быть, сделать совместный блог, ну, например, Крижаниевский Шендерович, или кто вы скажете. Вот, я могу об этом поговорить с притурой, и это было бы… Я вам скажу откровенно, потому что вы поняли, вы спрашиваете, как в украинской прессе. Так вот, когда идут публикации… Я вспоминаю, я говорил вам вчера, что я в течение года написал 120 статей на в то время наиболее популярный сайт «Обозреватель». Как только у меня была статья, где я задевал русско-украинские отношения, сразу же в несколько раз… С одной стороны, я говорю… Слышишь, можно было такого придурка и антиукраинца, призначенный послом в России. С другой стороны, с востока, я говорю, это же надо было такого русофоба назначить… Значит, ну… Значит, все хорошо. Да. Значит, все хорошо, да. То есть, где-то выбираешь, где-то выбираешь… Но еще хуже было… Я пару раз написал о украинско-еврейских отношениях. Ну, тут я просто заработал 10 тысяч от одного учебного заведения. У нас есть такое учебное заведение. Через суд я получил 10 тысяч, потому что я разошелся там и на шутку, и обозвал их последними словами. Мне сказали, что так делать нельзя. Они могут. А ты не имеешь права. Если ты… Ну, в общем, если ты действительно не антисемит, то ты должен выдерживать права. А если антисемит – это другое дело. Если антисемит – все нормально, поливать сколько, как хочет. То есть, если вот, например, вот такая форма, пожалуйста, если вы не против, если кто-то согласится, то это кто-то должен лечь под паровоз. И, в принципе, это можно сделать так. Ну, можно выбрать из своего… Это вечно православная корейка. Да, в общем-то, вы же. Нет, ну, вы понимаете, это должно быть вообще читаемо, не идеально. У меня есть предложение организационное. Все, вы хотите? Нет, нет, извините, у меня есть предложение организационное. Мы не решим разногласия вас сгаде на Андрея Боголюцкого, да, и Голодомор. Да, мы за полтора часа не успеем взять, не надо. Я предлагаю вот эти полтора часа потратить на совершеннейшую конкретику. Я вот записывал некоторые… Значит, есть сущностные вопросы. Какие вопросы мы считаем, там несколько вопросов, чтобы не рассекаться, с самыми больными и острыми, и насущными в наших отношениях. И дальше технологический вопрос. Как? Вопрос, как, значит, это один. Сайт с использованием это, финансирование, организация. Кто этим занимается? Кто ищет кадры, да? Где есть уже готовые… Вот есть уже раскрученный сайт, допустим. Есть уже существующая «Радио Свобода», там, у меня есть программа, я могу сюда приезжать иногда, там, и… С вами же и разговаривать, да, я… То есть, какие формы трансляции есть, кроме уже существующей, какие мы можем придумать, типа, это вот, там, новый сайт. И, в случае мы… Продолжение Андрея Багалюшского и «Голдомор», да? История, да? Шарлот, история. Взаимная история, раздельная история, взгляды, да? Опять-таки, отсекая, ну, тот человек, который будет курировать, как лидератор, условно говоря. Значит, мы для себя договариваемся, что мы отсекаем сумасшедших, да? Внутри пространство для обсуждения внятными людьми с различными позициями, да? Но много совершенно диаметральных взглядов отлично. Значит, история. Это, значит, тема, пользует Игорь Борисович. Общее сопротивление, да? То есть, преодоление общего советского прошлого. Каким бы ни было то и после, общее советское прошлое есть. Оценки более-менее здесь общие, этого советского прошлого. По крайней мере, в его, там, очевидных проявления, да? По крайней мере. Значит, общее сопротивление. В проекте есть там... Ну, секундочку отвлекусь. Эту историю просто вы должны знать. Как мне рассказывала Арина Гинзбург, вдова Алика Гинзбурга, политического традиционного против текущих событий. Значит, его арестовали за пять дней до их свадьбы, для того, чтобы она не имела права его посещать в лагере. Потому что невеста, да? Жена и праздный статус. Специально. За пять дней до свадьбы его взяли. Значит, за то, чтобы им разрешить расписаться, да? Голодал в сухую политический лагерь. И за право Олега Гинзбурга жениться на арене, голодали украинские националисты, сидевшие в этом лагере. Это одна из вот этих деталей, да? Вот, для этой общей... Из фамилия правильная Гинзбурга. Да, 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 да. Вот за Гинзбург и арену, да? Голодали сидевшие там украинские националисты в этом лагере. Таких историй, тысячи их надо раскапывать. Это надо, это то, что обиднее, да? Сопротивление. Конкретика. Которую я условно называл «Граница на замке». Вот что-то придумали. На кого-то выйти. Пограничник. У вас, это вот надежный генерал, да? Выйти на кого-то там. Кто этим занимается, да? Какие начальники. Простая вещь, простая вещь. Чтоб квиточек был. Ну, вы на трех языках. Если вы на стоите на английском. На трех. Да, как это вот устроить? Ну, хотя бы, чтобы это было не четыре человека заходило, а два, да? Как-то объединить. А лучше один. Правильно. Сейчас не обсуждаем суть. Секундочку. Я сейчас не обсуждаю суть. Я сейчас обсуждаю точку, напросто, приложение усилий. Граница. Это то, со что нам, скажем спасибо, так сказать, действительно сотни тысяч людей. Миллион. Ну, да. А миллион там. Задор миллион людей, да? Которых. Дальше. Отдельная тема. СМИ. Отслеживание лжи. Отслеживание подлогов. Конкретика. Постоянное, так сказать, наблюдение за этим. Да? Вот она в пульсе. Здесь, конечно, больше с нашей стороны, с российской. Я думаю, что просто украинские страны тоже найдется чего подкинуть, да? Да? Безусловно. Взаимная ложь. Взаимная. Да? Мы сказали это, вы просто разговаривали это. А вы это протектовали так, а мы верили в это другое, да? Опять-таки, постоянное. Чтоб не накапливалось взаимное раздражение и не переходило на эмоциональный, человеческий обид. Надо отделять администрацию, да, от своих интересов людей. Да, больная тема. Надо, да? Но самое главное, у меня есть предложение по теме, которая, как мне кажется, просто самая болевая. Это тема языка, связи языка с политической позицией. Вот это здесь звучало с разных сторон и, мне кажется, прозвучало очень внятно. В упрощенном варианте, да, это прозвучало так, что кто, то есть, условно, к сожалению, мы с нами, так сказать, крайне с разных сторон сильно растащили эту позицию. В итоге, в сильно упрощенном обывательском восприятии, человек, который говорит на украинском языке, да? Он в украинском. В украинском. Я и русский язык не знаю, да. Это не самый большой кошмар у нас, который мы не обижаем. Человек, который говорит на украинском языке, в обывательском восприятии, это человек, как бы, враждебный России, тяготеющий, там, да, не любящий России. Вангеровцем. Да, Вангеровцем. Слово говоря, да. И наоборот, человек, который говорит на русском языке, живя на украине, это человек, который хоть против независимого украинского. По Кремлевскому. По Кремлевскому. Вот, вот, это, это растяжка, этот эспандер страшный, растянка очень далеко, да? Он регулярно бьет. Значит, проект, который мы условно можем назвать, там, проект Крым, условно говоря, да? Условное название. Значит, есть, Крым, это не единственный в Европе анклав, да? Внутри одного государства. Чехия, Венгрия, да, ну, все, это, ну, просто позвать, они 10 примеров приведут, не сходя с места, да? Где в стране живут люди, какой-то анклав, какое-то место, где люди говорят на другом языке. Эти случаи, везде помимо Европы, они каким-то образом решаются, без мордобоя, да? Каким, это сложный вопрос, это полезно просто везде, и в Чехии, и в Венгрии, да? Везде, где Румыния, румынские Венгрии, венгерские Чехии, да? Это, это везде, это везде больно. Это везде больно. Значит, но тем не менее, до завоза оружия, доходит не всегда, да? До завоза оружия, до полного расторжения, разрыва, значит. Попытка, вот это самая болевая точка, на которую можно попытаться навалиться. Немножечко этот эспанг, так сказать, стягивая, да? Попытаться находить здесь компромиссы и смягчать противоречия. Потому что человек, говорящий, ну, черт побери, если маму с папой научили, если, так вот, он же не виноват, то его там, как из Смоленска привезли в Ригу, мне там писал один человек, да? Вот его точно так же посадили в теплушку, как теперь в Сибири, а его из Сибири взяли, фезоушника привезли в Ригу, да? И он там, так женился, там живет, и вот он теперь оккупант, да? Правильно, совершенно верно. Значит, человек, не виноват, что для него русский язык, а он, может быть, готов жить, и готов жить в Суверенном Украине, и разговаривать на русском. Ничего страшного, с моей точки зрения, разговаривать на русском. Значит, тема заключается в том, чтобы вот эту болезненную точку, что называется, не попытаться навалиться, да? Я перечислил несколько вот таких возникших здесь очевидных болевых точек, да? Отчасти болевых, отчасти очевидных. То, что про сопротивление общее тут нет проблем, да? Про СМИ ложь тут нет проблем, то есть нет проблем в организации, да? Нет, по крайней мере, внутреннего противоречия. Здесь есть проблемы для дискуссий по истории, по языку, да? Я просто предлагаю... Я предлагаю вот остаток времени потратить на то, чтобы подумать, что мы можем, с чем мы можем, чтобы мы расстались, не вообще поговорили русски. Значит, вот эти темы больные, и каким образом мы транслируем их, какие-то схемы придумать. То есть, что мы делаем завтра, как это бизнесмен? Что мы делаем завтра? Вот разъехали, что дальше делаем? Я прошу прощения, массово рядового россиянина в Украине, существует несколько такое, ну, несколько нереалистичная оценка. Может быть, я не прав. Это пытаются исследовать наши коллеги Левада Центра, из Левада Центра. В сегодняшней украинской популярной газете, которая выходит на русском языке еженедельных зеркалом недели, публикованная статья «Украинская баланс отношений». Здесь, ну, интервью и в том числе и с российскими коллегами, и со мной здесь брали интервью, и с другими. Я просто рекомендую познакомиться. Но я хочу предложить, может быть, например, фонд Ельцина смог бы помочь Леваде Центру в финансовом отношении, потому что Украину мы изучаем, я имею в виду, ну, мне как коллеги Левады Центра, МИС, Международная инструкция социологии. Мы свои средства просто вкладываем. И есть публикации, которые показывают, что вот эта неоднородность отношений, она не просто политический низ, понимаете? Украина настолько неоднородна, что… Причем она не разверена на две части. Я специально взял несколько рисунков, чтобы вам показать, как она меняется от Запада к Востоку. Итак, это выборы 2004-го, это 2006-го, это 2007-го. И только соотношение дает деление на две части, понимаете? А в действительности это как бы мостик переходной от Евразии к Европе, от России к Западной Европе. Чувство национальное – это вещь, которую нельзя… Ну, вот говорят, что это все там политики придумали. Люди воспитываются с детства своим языком, не только языком. Вы знаете, мы проводили специальные исследования, есть различия, как воспринимается мелость, ритмика, колористика, кухня, ландшафт. Это все основы национальных чувств. В общем, и поэтому ориентации, которые потом выплывают, а с кем быть ближе, а с кем дальше, они имеют глубокую основу. В Украине мы это уже исследовали достаточно старательно. Я могу сказать, вы говорили о языке. Корреляция между языком 26-ти областей и процентом голосов за оранжевым, ну, скажем, с украинским языком или с русским за бело-синим, она больше 0,9. Понимаете, такое социальное явление бывает очень редко. Поэтому очень важно было бы, чтобы наши российские коллеги тоже имели возможность исследовать более основательно там. В России там другая ситуация. Там, скорее, вот отношение к другим, как к независимым, как к самостоятельным народам, которые, естественно, имеют право тоже идти в свое государство. Или же это отношение, как к народу, который, в общем-то, случайно, вот что-то такое, да, какая-то бипуркация, и он почему-то, ну, слова, конечно, не бипуркация будут использованы, но какая-то случайность, и вот Украина стала отдельной. Ну, некоторые считают, что вредно, некоторые считают, что мы ее потеряли навсегда. Вот это предложение, кроме того, что мы говорили о сайте и так далее, было бы важно, чтобы проблемы, которые вы чувствуете интуитивно, подбрасывать социологов, украинских в Украине, российских в России, для того, чтобы иметь более основательные данные о том, какова... Это не вне, это вне, это вне. Вне, это вне, это вне. Социологические данные привлекут своего правления здесь. Да, да. Можно? Можно мне, я после чего скажу? Поскольку... Тяжело. Коллеги, коллеги попросил вам дарать. Не доклад. Нет. Не знаю, что он выступает. Нет, ничего. Ты просто игнорируешь, нет другой отдел. Значит, не знаю почему. Значит, просто несколько конкретных предложений. Несколько конкретных предложений в развитии того, что говорят. Значит, первое. Я думаю, что если мы не будем зауживать исторические темы, то это как раз отсутствие всякой конкретики. Потому что история – это слишком сложная и слишком напряженная штука, чтобы вот просто начинать с того, чтобы обсуждать вот это вообще все, там, в целом, там, не знаю, до 12-го века до современности, да. То есть, если касаться каких-то исторических тем, то очень конкретных, очень узких, что там действительно можно было обсуждать всерьез, да, что можно было выявить позиции, выявить возможности корреляции, там, движения, там, так. А вот обсуждать историю вообще – это абсолютно бессмысленно. Значит, с моей точки зрения, вот, что было бы важно, действительно, и что сегодня уже звучало, обсудить, я скажу, причем, причем я считаю специально, это фактор языка, безусловно. Потому что с моей точки зрения, вообще, если говорить стратегически, то на Украине будет единственная, действительно, стратегическая проблема, то есть, долгая проблема, да, долгосрочная проблема – это язык. Потому что без серьезных, глубоких, да, распространенного функционирования украинского языка невозможно. С другой стороны, здесь есть совершенно специфическая проблема. Проблема близости двух языков, которые, одновременно, в этой стране. Принято? Проблема совершенно нетривиальная. Коллеги, можно чуть потише, мне трудно напрягать голос. Значит, абсолютно нетривиально я говорю просто как-то близко образовываю. Потому что, когда имеются два таких близких языка, действительно, очень близких, близко-родские языка, да, то очень трудно утвердить один из них без ущерба для другого. И это очень болезненный процесс. И процесс, который не терпит администрирование. Потому что для того, чтобы думать на языке, его надо любить. Административными мерами любить язык не застать. И вот это колоссальная проблема, действительно, деликатной, долгосрочной, хорошо построенной политики, но не административной политики, а вот политики, там, не знаю, гуманитарные убеждения, там, и так далее, и так далее. И вот в спокойном томе, в спокойном томе обсудить это с двух сторон, без выкриков, да, и так далее. Да, потому что, там, абсолютно конкретный пример, там, могу назвать это, там, известный одесский журналист, Олег Губер, мой приятель, да, который, там, пишет на украинском так же, как на русском, да. Но когда к нему, там, в девяносто первом году, да, и он писал в украинских газетах одесских, его даже за это, там, значит, пугали в советское время, да, но когда к нему пришли и сказали, ну, все, вот, теперь, значит, для нас второго года, вот, теперь свободен, тебе, будешь писать, я только угрызил, был, просто, только по-русски. И все, да. Ну, сказала, там, какая-то глупая местная власть. Ну, ну, это не анекдот, это не анекдот, это как бы вполне реальная ситуация. Было какое-то решение госсовета, что, значит, нам, вот, надо мобилизовать пишущую братью, там, и так далее, и так далее. Значит, было возмущение, там, ну, это все, можно просто попасть в шейфт, в документы посмотреть, ладно. Да, значит, вот, очень деликатная штука, и, действительно, повторяю, это долгосрочно долгоиграющая проблема. И с ним, 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 и с ним. Значит, отдельное совершенно направление нашей работы – это социология. Это социология. Там, вот, абсолютно конкретное, взаимодействие не только, вот, в рамках, там, нескольких центров, а вообще, тоже такая долгосрочная, стратегическая задача. Нет, ну, вот, не просто, там, на уровне, там, ну, просто взаимоотношений двух центров, да, а с тем, чтобы это было, была вот наша, как-то, общая забота, там, можно подключать от людей, там… Ну, анализировать. Да, аналитика, так сказать. Да, анализировать. Вот, а конкретное направление, которое я хотел бы вот сейчас забросить, это, чего мы хотим от нашей динократской помощи. Да? Вот еще нет. Нет, секунду. Ну, вот это… Тоска. Значит, вот, не услышали того, что вчера, по-моему, сказал Валентин, что, в присущей ему образной манере, он сказал, гавкать у нас могут все, что угодно, слушать эту музыку. Вот мы считаем это состояние нашим прекрасным запахом. Гавкать мы сможем через три месяца все, что угодно. Это я практически могу гарантировать. Но слушать нас по-прежнему никто ничего не будет, если мы будем каждой по отдельности что-то делать. То есть мы хотим формировать гражданское общество у нас, повторяю, никто нам этого сейчас не запрещает, никто над нами не нависает. Или мы будем дальше говорить, вот мы хотели бы, чтобы оно было, вот мы хотели бы, чтобы оно было. Или мы будем что-то делать продуктивно. Потому что смысл нашего помиривания друг к другу вчера, на самом деле, был только в этом. Мы будем говорить халва-халва. Или мы будем что-то делать для этого. То есть мы хотим, чтобы оно состоялось благодаря тому, что мы что-то готовы в это привнести, готовы активно в этом участвовать. Или просто мы будем считать, что достаточно того, что каждый из нас в той или иной телепередаче, или в той или иной радиопередаче, или в той или иной газете, что-нибудь такое, значит, он сказал. И замечательно. Я сказал, и я выбрал свой вопрос. Я просто все подожду. Нет. Что еще есть? Какие еще есть способы, кроме того, что вы искать, и я сразу, и мне поначалу, какие еще есть возможности? Нет, потому что есть институты гражданского общества, и наше с тобой отдельное говорение не есть институты. А какой институт есть? Повторяйте, если мы заводим этот диалог, то этот диалог должен иметь некую структуризацию, и мы не должны стесняться заявить о том, что мы этой структуризацией занимаемся. И вот это вот наша, как бы, организация. Организация не в том смысле, что она потом возникнет, то есть бюрократии. Да? А что это вот институт гражданского общества, и мы будем функционировать как институт. И мы будем между собой... Все, что внутри. Внутри. Нет. Не только вот эти вот проекты, там, скажем, в митинге. Что мы будем между собой, в том числе, оставаясь поодиночке, да? Мы будем этот институт развивать. То есть мы будем его расширять. Мы будем, в том числе, проводить какие-то дискуссии, там, у себя по этому поводу, да? И так далее, и так далее. То есть будет нормальный институт гражданского общества развиваться. Мне просто хотелось бы понять, мы будем этим заниматься. Мы сейчас... Можно? Да, пока не сейчас. Я же говорю о том, когда мы отсюда уедем. Ну, еще раз. Уже в пятый раз говорили, что вы просто услышали. Услышали. Вот. Да. И, значит, и последнее. Просто здесь еще не прозвучало, что есть еще, во всяком случае, любой абсолютно доступный канал. Канал МСИИ, который почему-то тоже здесь пока еще не назывался. Который можно описывать. Спасибо. Видите, что конкретно... Ваши конкретные предложения. Вот действительно форматы могут быть разные. Сайт прекрасный. Но вот я, как человек театра, я хочу сказать не в порядке саморекламы, а в порядке просто информации. В 1991 году я поставил спектакль, который назывался «Все течет в жизнь и судьба» по прозе Василия Семеновича Гроссмана. За долго до Ющенко, за долго-долго все проблемы Голодомора с Василием Гроссманом описаны с потрясающей публицистической и художественной мощью. Ничего равного ни на русском языке, ни на украинском, поверьте, я так уверенно говорю, пока нет. В повести все течет, Голодомор описан. Зрители в Москве в большом потрясении. Я получил, опять-таки не в порядке саморекламы, я получил гран-при здесь, в Киеве, на фестивале в Мороспектакле. Было 18 театров, вот этот именно получил такую оценку. Зрители уходят в большом потрясении. Помогите мне показать на Украине по телевизору, там всего 2 актрисы, снимите этот спектакль. Помогите, я не имею никаких связей ни с телевизием украинским, я не могу сам себя предлагать, понимаете. Вот здесь я могу как конкретное предложение. Потому что концы, отклик гарантированно будет огромный. Понимаете, людской. Если это возможно, с помощью вашего фонда или с помощью нашего фонда. Но, понимаете, там как раз угрозовано, понимаете, вот что мне важно, мне, россиянину, в размышлении о Голодоморе. Конечно, где национальный характер, это оскорбление. Мне кажется, что Голодомор в осмыслении, сегодняшнем нашем осмыслении, является самым страшным, самым мощным обвинением в сталинизме и сталинщине на будущем, как говорится, нюрнгарском процессе над сталинизмом. Над репрессивным, преступным режимом стали. Именно Голодомор, который здесь, на Украине был. Их было еще много, множество Голодоморов и на российской территории. Но освоение уже произошло. Пожалуйста, помогите. Вот есть конкретный спектакль, который может быть чрезвычайно эмоционально и полезен для показа на Украине. В России этот спектакль показать по телевидению, естественно, сегодня не имеет никакой возможности. Павел Георгиевич, я вам обручаю, что эта информация, которая обговорила с нашей лицепремьером Васильевым, лично. Ну, а вы не предъявляете. Я готов прислать DVD. А вы не предъявляете, потому что у нас очень хорошие связи и с Довжарем Кулакой. Он режиссер, он правильно все сделал. Я думаю, что если эта запись будет сделана, если этот спектакль пройдет, то мы строим русский Нюранберг. Русско-украинский Нюранберг. Я думаю, что у нас есть канал при этом, канал культуры. И там, в принципе, это можно сделать. Но он не очень рейтинг. Да, вот это вот. Я вам покажу вопрос. Вы лично, позвольте и решите, где это может быть. Я не знаю, ничего не могу. Я ранее имею слово. Более, что на «Украинской правде» есть блоги, которые идут как бы под коллективным заголовком. То есть вот там есть, например, «Украина. Зона культурного выхода». И вот там, значит, какая-то группа авторов постоянно дает. Да. То есть тут может быть, условно говоря, российско-украинский диалог, который модерируется кем-то с другим сторон. Вполне может быть. Да? И это делать это уже достаточно несложно. Но тут возникает вот такая проблема. Вот такая проблема. Я думаю, что у нас действительно существует дисбаланс информированности общества. Потому что, объективно, мы о России знаем намного больше, чем в России она. Объективно. И поэтому, вообще-то либералы. Вопрос, как это симметрично отобразить, ну, хотя бы, да? Как симметрично это отобразить в России? На каком ресурсе? Вот в этом, может быть, в этом ресурсе. Об этом надо думать. Второе, что у меня возникло. Идея. Может быть, был бы смысл сделать что-то типа, знаете, вот небольшую публикацию, не публикацию. Опять не сможете быть в интернете. Знаете, какие-то вот такие вот факты об Украине, о истории, современной ситуации, положение в СМИ с языками. То есть, какие-то факты, да? Вот есть стандартный, скажем, набор стереотипов, ну, стереотипов, как называют, у россиян об Украине, и которые требуют вот даже не обобщенных каких-то дискуссий, да? Потому что мы долго можем дискутировать по истории, и по языку это дискуссия, дискуссия, дискуссия. Но вот даже привести, вот есть стереотип, да, русский язык уничтожается тут на Украине, все. Ну, вот говорим, что вы сами видите по киоскам, по... Что не так, совсем не так. Вот, то есть, как раз могут быть какие-то короткие, понимаете, короткие факты, короткие. И сделать это для российского языка. И лучше глазами россиян сейчас. Ну, нет, но россияне нет. То есть это может быть и так, и так. Понимаете? Вот я бы, например, этим занялся. Понятно. Потому что, как я шучу, я буду рассказывать об Украине, западной, российской, там... Я предлагаю говорить о технологии. Да, все? Да. Алексей, у меня есть... Спасибо. У меня есть такое предложение. По-моему, мы уже немножко психологически исчерпались. Мы стали друг друга слушать, и, может быть, ну, Витя смотрит на меня со злостью. Блин, нет, вас мы не поставим. Я готов помолчать, если кто-нибудь займется технологией. Ну, это уже деталь. У меня есть такое предложение. Шесть деталей. Ну, иначе мы просто разъедем. Мы можем 20 километров обсуждать эту технологию. Кто будет это делать? В какие строки? У меня предложение вот такое. Давайте подводить итоги и дадим возможность каждому участнику в течение этих трех лет... Я не знаю, я не знаю, я был министром, депутатом, да? Я этого не умею. Мы сам организованного человека со стороны. Я предлагаю, заставши сейчас, понять наши следующие, несколько действий. После того, как мы... Это вот та структуризация, о которой я говорил. Абсолютно. Наши несколько следующих действий. Кто занимается созданием этого сайта? Кто... Как координируется это? По каким направлениям? Натиданом, так, я сказал еще замечательный... Можно я отмечу свое понимание? Значит, с моей точки зрения, если мы сейчас начнем все вместе это обсуждать, то, во-первых, половине будет скучно, а половина замучится. Это делается несколько по-другому. Здесь родились некоторые идеи, так? С этими идеями, они должны немножко отстояться, и через два-три дня мы встречаемся с Александром Алексеевичем, который сейчас вышел, потому что он здесь решающее звено. Ты делается в том, что ты уже готов быть редактором? Нет, неправильно. Ты неправильно. Ты неправильно. Ты делаешь? У меня там три программы в неделю. Я готов приезжать, приглашать, отдавать тексты. Понятно. Все нормально. Хорошо. Я думаю, что я правильно понял, я ошибся. Самый главный вопрос всегда — это нужен один сумасшедший генеральный, который заведется. Он и будет организован. Это не делает. Вот вы возьмите. Это все пустое. Что я буду вам говорить? Витя просто хотел услышать. Может, кто-то здесь скажет, я это буду делать. Я буду работать. Конечно, кто-то встать. Он с этой стороны. Все. Ну кто? Все. Вот его. Возьми не мешай. Надо найти советский. 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 Правильно. Значит, надо искать кого-то, кто будет заниматься этим. В любом случае. Либо я могу предварительно сказать, мне это интересно. Если кто-то будет лучше, пусть будет лучше. Но надо найти человека с нашей стороны. Сейчас мы это не сделаем. Который за это возьмется. И дальше он будет все это уже положить. Как это делать? Нет. Главное, что вы представляете, как мы дальше делаем. Я только... Может быть, окрам, кстати. Вот окрам рядышком. Нет. Но на этих человек, которые развиваются, это я найду совершенно спокойно. Найду. Ты скажешь, что я, что найду. А тебя тоже найду. Ты сберешься? Нет. Нет. Если он говорит, что он найдет, он и разберется. Ну что это? Я разберусь. Нет. Это моя работа или не моя работа. Хорошо. Мы сам сейчас не будем ждать. Ну, найти... Это, безусловно, найду человечество. Значит, я просто в добавлении к тому, о чем мы говорим, хочу... Может быть, кто-то тоже, может быть, это понравится.